А сейчас надо поприветствовать Марию из компании DHL. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю компанию DHL Express, потому что DHL – это большая компания с разными подразделениями. И, собственно, расскажу вам о диджитал-стратегии, которую для себя определила группа компаний Deutsche Post DHL. Я сейчас говорю о нашем большом концерне, который, собственно, предоставляет почтовые услуги в Германии. И DHL – это логистическое подразделение из разных юнитов, состоящее. Итак, наверное, для начала скажу, что DHL – компания, которая постоянно, можно сказать, вынуждена развиваться. Глобализация – это процесс, в нашем случае, непрерывный. А поскольку компания позиционирует себя как организация, которая связывает воедино мир, мы представлены более чем в 220 странах и территориях. Кстати, кто-нибудь знает, почему мы говорим 220 стран и территорий мира? Как вы считаете, у кого-нибудь есть ответ? Мы говорим, что компания представлена в 220 странах и территориях мира, тогда как по списку стран ООН существует в мире 193 государства. Но мы аполитичные, компания, в общем, нам все равно, признана это государством или нет, поэтому, ну, например, Косово, да, мы расцениваем это как территорию. Ну, я думаю, что договоримся, да. Итак, компания себя постоянно оценивает, где находится сейчас, где хочет быть, справляемся ли мы с теми глобальными потоками, которые сегодня на самом деле растут, интернет торговля меняет мир. И вот в этом году была проведена очередная такая оценка. Спросили практически все наши аудитории, включая сотрудников, включая инвесторов, руководителей компаний, собственно, где, как они видят дальнейшее развитие, какие слабые зоны у нас есть. Ну, собственно, прекрасно на самом деле представлена компания по всему миру. Есть, безусловно, определенные позиции, которые требуют улучшения. И одной из таких позиций, собственно, была признана, ну, так сказать, привлекательность нашего бренда. По своему опыту могу сказать, восприятие логистики как бизнеса достаточно неоднозначное, потому что ну что может быть вот такого увлекательного, да, мы все знаем Мартини, прекрасный бренд. Кстати, я благодаря вам узнала фразу, я знаю такой, responsible business, теперь я знаю responsible drinking. Такое для меня новое определение. Но, тем не менее, логистика, согласитесь, гораздо менее, ну, так скажем, сексуальна, чем алкоголь или тот же самый табак. Поэтому, но, тем не менее, для нас становится все более и более важным, ну, как раз такая отстройка от конкурентов, что все-таки DHL это компания, которая привлекательна для клиентов, которая создает эмоции. То есть мы не просто доставляем грузы из точки А в точку Б, но мы еще и доставляем эмоции вместе с этими грузами. И, собственно, прошу прощения, там одна, один пункт будет закрыт. Итак, в этом году у нас изменились три ключевых таких сообщения всех коммуникаций в компании. Сюда относятся в том числе и бренд коммуникации, и пиар, и внутренняя коммуникация. Если раньше это были три таких странных и очень объемных слова, как credibility, leadership и leverage, которые сложно было перевести, более того, сложно понять даже людям, которые работают в компании. В этом году они изменились, собственно, появилась стойкость, устойчивость компании к глобальным таким экономическим колебаниям, привлекательность появилась, и появилось понятие как раз ответственный бизнес. И согласно этому была пересмотрена стратегия коммуникации по всей группе. Опять чуть-чуть закрыта в основном. Ну, собственно, вот привлекательность. Мы захотели сделать бренд, который бы воодушевлял людей, который бы, может быть, где-то впечатлял людей. Понятие вау-эффекта для нас присутствует уже много лет, но впервые оно обрело именно такое вот официальное значение, и как раз в рамках создания привлекательного бренда появился такой пункт, как развитие диджитал-коммуникации. То есть компания для себя определила это как один из приоритетов в развитии, потому что людям все более и более становится важно не только сегодня разместить свой заказ в интернете, но получить его уже завтра. Неважно, где ты находишься, находишься ты в России или находишься ты в Великобритании, и если ты заказал что-то из Америки, то ты хочешь это здесь и сейчас. И для многих компаний, в том числе не только для интернет-магазинов, но и компаний, которые производят свою продукцию и с помощью интернет-магазинов занимаются ее дистрибуцией, продают, для них тоже становится это конкурентным преимуществом. Сегодня кто-то из вас заказал книжку на Амазоне, завтра мы привезли вам эту книгу, и для Амазона это конкурентное преимущество, то есть наши услуги достаточно важны. Итак, давайте расскажу. Мы подумали, каким образом мы можем сделать наш бренд более привлекательным. Кстати, во время оценки, проведенной, выяснилось, что наши клиенты, в том числе как из B2B, так и из B2C, находят достаточно мало различий между DHL и конкурентами. И вот, собственно, такой позиции, на основе которой мы можем создать эту отстройку от конкурентов, было признано digital. Что мы можем сделать? Мы можем рассказать вам о своих продуктах и услугах, как мы быстро доставляем, что за один-два дня вы свой груз получите, а можем рассказать вам, на самом деле, что стоит за нашим брендом, кто наши сотрудники, кто наши клиенты. Мы можем рассказывать тот вот как раз контент, который в компании создается ежедневно во всех странах мира, он различный. Где-то мы перевезли носорогов, недавно мы перевезли тигров в национальный парк. Есть у нас сотрудники, например, у нас потрясающая история, когда сотрудник в Боснии и Герцеговине в начале войны поехал в аэропорт забирать грузы клиентов. И когда забрал, приехал, то увидел, что уже на улицах города идут выведены войска, то есть начались военные действия. Он забрал все эти грузы себе домой, в течение трех лет их хранил, через три года доставил. И вот таких историй по нашей компании достаточно много происходит, самых различных. И мы решили, что мы должны ими активно делиться и таким образом создавать такую уникальность бренда, привлекательность его, некую эмоциональную привязку. Собственно, с этим же была разработана новая структура, называется это у нас даже не столько digital marketing, сколько, наверное, online marketing. В себя включает он онлайн-компания. И что здесь имеется в виду? Мы, безусловно, никогда не откажемся, ну то есть пока будут существовать печатные СМИ, мы будем в них появляться. Пока будет существовать телевидение, мы будем там присутствовать. Но вот этот момент интеграции онлайн-каналов и оффлайн-каналов для нас становится ключевым. Более того, я сама наблюдаю, как все большая и большая часть нашего бюджета уходит как раз в интернет. Социальные медиа становятся для компании приоритетом. Два года назад Deutsche Post DHL начала официально вести свою работу в социальных медиа. То есть до этого это происходило стихийно. Каждая страна сама по себе открывала свои сообщества, открывали сотрудники и продолжает, кстати, открывать самостоятельно. Никакого централизованного управления этим не было. Два года назад началась такая работа. Сейчас у нас есть ряд глобальных сообществ, которые развиваются из штаб-квартиры в Доне. Также каждая страна вольна сама открывать свои сообщества на Фейсбуке или в нашем случае ВКонтакте, например. Поисковые системы. Я, честно, хочу сказать, не очень хорошо в них разбираюсь. Но, тем не менее, вопрос оптимизации нашего сайта глобального, который называется DHL.com, и локальных его версий, например, в России это DHL.ru. Этот вопрос все более и более актуален. Мы хотим появляться на первых строках при поисковых запросах. И, собственно, это тоже в .com. Один из проектов, который был создан глобально, компания подумала, что, наверное, человеку не очень интересно заходить на наш сайт и пытаться найти какую-то информацию о той или иной стране. И, собственно, почему бы не визуализировать наши возможности, глобальные возможности на карте мира. И вот был создан в этом году такой прекрасный ресурс, DHL.com по Беллитис World Map. Это карта. Вы можете кликнуть на ту или иную страну, и увидите детализированную информацию о том, какие бизнес-подразделения в стране существуют. Сейчас я покажу, как Россия отображена. То есть каждая страна имеет свою вот такую вот табличку. Выделяется страна, выделяется количество грузов, например, перевезенных, хотя обычно мы эту информацию, в общем-то, крайне редко раскрываем. Наличие, какое количество транспортных средств. В том числе с этого сайта идут ссылки прямые на все дополнительные ко-сайты компании. Еще один такой важный момент. DHL по всему миру развивает, выбрала тактику развития пяти ключевых партнерских программ. Это Manchester United, партнерство с Manchester United, партнерство с Formula 1, это Volvo Ocean Race, которая в этом году прошла, ну и от других еще. То есть даже в России мы, в принципе, крайне редко идем на партнерство с локальными какими-то проектами, по большей части только в том случае, если они связаны с нашими глобальными партнерствами. Здесь представлен один из примеров нашего партнерства с Manchester United, которое очень сильно поддерживается именно в рамках, ну, таких digital коммуникаций. Один из классных последних проектов – это игра, которая была создана только для сотрудников компании. Человек может зарегистрироваться, собственно, по ID-компании, он заходит на портал и играет в футбол, набирает очки, очки суммируются, победитель получает призы. Но это тоже очень тесно все прелинковано глобальным партнерством. И наши, например, сообщества в Фейсбуке, они посвящены нашим глобальным партнерствам. Если это недели моды, то, значит, у нас есть сообщество DHL Fashion Week. В Формула-1 у нас есть сообщество DHL Formula One. То есть таким образом происходит опять создание того самого контента и создание той самой вот такой вот ассоциативной привязки. Ну вот пример нашего сообщества в Фейсбуке Formula One Backstage by DHL. Основная идея в том, что мы предоставляем клиентам доступ к тем данным о действительно легендарном, наверное, таком чемпионате гоночном. Информация, которую вряд ли вы узнаете просто из каких-то открытых источников. Например, в качестве примера, что может быть там опубликовано, какую нагрузку выдерживает шлем пилота, или из какого количества деталей состоит двигатель Formula One. Там дается эксклюзивное видео с пилотами, эксклюзивное видео с гран-при. Ну, соответственно, вот это как раз глобальное сообщество, за которое отвечают наши коллеги в Бонне. Немножко расскажу о том, как мы локально работаем с глобально спущенными инициативами. Извините за сложную фразу. Хотя система маркетинга в целом в DHL очень сильно централизована, то есть практически мы не распоряжаемся сами бюджетами, более того, мы сами их себе не выделяем, они спускаются нам глобально в том размере, в котором считает нужным наша штаб-квартира. Но локально в рамках страны все-таки мы, слава Богу, пока воспринимаемся как профессионалы своего рынка, как люди, знающие, как найти подход к нашим локальным потребителям. Поэтому мы вольны в выборе, особенно если это касается диджитал, то здесь у нас, в принципе, есть карт-бланш, и мы им активно пользуемся. Ну, вот один из примеров. В рамках нашего партнерства с неделями моды, в нашем случае это Mercedes-Benz Fashion Week Russia, мы весь путь клиента от DHL к Fashion Week сводим к одному сайту. То есть клиент, который пользуется нашими услугами, два раза в год получает возможность выиграть, например, билеты на неделю моды, или мы делаем вместе с дизайнерами какие-нибудь эксклюзивные аксессуары, которые люди тоже могут выиграть. Там же на этом сайте размещается, проводится не только конкурс, ну, вернее, розыгрыш, правильнее сказать, призов, ну, и размещается контент также с Backstage Fashion Week. Ну, и финал, собственно, происходит уже в офлайне на площадке недели моды. Мы собираем наших победителей и проводим для них также, например, экскурсии. То есть попасть за кулисы недели моды в свободном режиме редко у кого получится. DHL такую возможность предоставляет. Таким образом, мы тоже, в общем-то, проводим определенный ассоциативный ряд. Еще один достаточно интересный проект. Я, к сожалению, вот хотела скачать два видео, показать, но уже не буду. В прошлом году, как раз в рамках интегрированной глобальной компании, которая называлась The Speed of Yellow, мы провели очень интересный конкурс, основная площадка для которого была ВКонтакте. Это первый был наш выход в социальные сети. Сразу скажу, выход экспериментальный. Никто особо, ну, меня тут как-то спросили, а с какой целью вы выходили ВКонтакте. Ну, ВКонтакт я могу сказать, что для нас целью было как раз выйти на молодую аудиторию, которая пока еще слабо знакома с DHL. Нашими услугами, безусловно, ну, вряд ли пользуется. Но уже лет через 5-6, может быть, чуть позже, они как раз станут теми людьми, которые в наших российских компаниях будут принимать определенные решения. И нам было важно с ними, в принципе, тоже взаимодействовать. Что мы сделали? Как раз в рамках рекламной кампании у нас был такой саундтрек. Песня, которая издлечилась с 1994 года, обрела новое звучание. И все наши видеоматериалы в рамках кампании проходили под этим саундтреком. И мы сделали в социальной сети ВКонтакте приложение и придумали такой караоке-конкурс. То есть мы предложили нашей молодой аудитории установить приложение, спеть, выгрузить видеоролики в наше сообщество. И на основе голосования каждый день выбирался победитель. Этот победитель получал свою минуту славы в прямом эфире радиостанции «Европа плюс». Затем основной, собственно, главный победитель, максимальное количество голосов набравший, выбирал себе приз, концерт любого исполнителя в любом городе Европы. То есть мы не диктовали условия, человек мог выбрать сам. Ну, как раз вот два видеоролика прекрасно бы отразили тот контент, который мы получили. Могу сказать, записано было порядка трех с половиной тысяч роликов. Модерацию прошло и было выгружено, ну, где-то 10% от этой суммы. Были профессиональные певцы, которые просто блестяще пели. А были люди, которые, ну, вот на творчестве, собственно, пытались набрать наибольшее количество лайков. Более того, могу сказать, песня на английском языке. Были люди, которые, не зная английского языка, ну, вот очень усердно пели. Выглядело это очень смешно. Порядка, если говорить о результатах, порядка 16 миллионов уникальных контактов по оценке нашего агентства, которое помогало нам проект реализовывать, мы получили. Около 163 тысяч установок нашего приложения было сделано, а временные рамки проекта ограничивались одним месяцем. Ну, то есть, на мой взгляд, такой интересный, успешный кейс. Особенно он интересен тем, что все-таки DHL больше компания, работающая в секторе бизнес-то-бизнес, а не бизнес-то-кастомерс. И то, что для сектора, например, FMCG выглядит как норма или стандарт, для нас все-таки такой еще, в общем, экспериментальный случай. Как вы считаете, что эта цифра обозначает? Нет? Простите, пожалуйста, я не услышала. На самом деле, говоря о диджитал-коммуникации, я могу сказать, что DHL не разделяет диджитал-стратегию внешнюю и внутреннюю. То есть, вот 475 тысяч – это количество сотрудников, которые работают в компании. Каждый из этих сотрудников, по сути, является носителем нашего бренда. Это те люди, которые, ну, в том числе, например, наши курьеры, которые каждый день приезжают к клиентам, которые не просто привозят вам груз, они вам улыбаются, они общаются с вами, они должны… они, собственно, являются тем лицом, которое вы встречаете каждый день. Поэтому, работая с внешней аудиторией, мы всегда стараемся сделать такой же лауэффект для наших сотрудников, вовлекая их в те программы, которые у нас проходят. Поэтому, безусловно, наша диджитал-стратегия в равной степени касается сферы, в которой работают люди. Компания, ну, по крайней мере, DHL Express – это компания, часть сотрудников которой не имеет доступа к электронной почте, не имеет доступа к корпоративному интернету, поэтому для нас очень важно создание, мы называем это digital workplace, то есть это такое пространство, где сотрудник, тот же курьер, например, может в свободное от работы время зайти, какую-то информацию получить. На данный момент наш корпоративный интернет доступен только с корпоративной сетки, то есть зайти на него с внешних каких-то источников, из дома, например, без VPN-соединения вы не сможете. Но, прекрасно понимая, что будущее все-таки за диджитал, и для сотрудников это в том числе важно, компания работает в этом ключе тоже. Социальные медиа, мы активно стимулируем наших сотрудников присоединяться ко всем сообществам, которым они хотят, и делаем так, чтобы контент, который мы туда загружаем, он был не менее интересен нашим собственным внутренним клиентам, также интересен как минимум нашим клиентам внутренним, как нашим клиентам внешним. Электронные коммуникации, ну здесь вопрос спорный, опять же, потому что курьеру вы не пошлете электронные сообщения по корпоративной почте. Но, тем не менее, выход на эти каналы мы тоже активно ищем, активно пытаемся сотрудников вовлечь в какие-то нерабочие процессы. Ну и, безусловно, сайт DHL.com, сотрудники туда заходят каждый день в поисках информации. На данный момент пересматривается сайт, пересматриваются подходы к Customer Journey на этом сайте, то есть к моменту, ну как сказать, чтобы сделать процесс поиска хотя бы информации более удобным. Для этого у нас появилось, вот буквально в прошлом месяце анонсировано новое агентство Digital, которое как раз сейчас, в данный момент, работает над упрощением нашего сайта. Ну, у меня все, спасибо вам большое, я готова ответить на вопрос. Если есть вопросы. На самом деле, очень интересная тема в связи с 1475 тысяч сотрудников. То есть у вас прямо есть диджитал-проекты, типа Манчестернет, которые исключительно на своих же ориентированы? Да, у нас есть проекты, их немало, которые ориентированы только исключительно на сотрудников. То есть это такой виртуальный корпоратив 24 часа в сутки? Понимаете, когда вы оказываете сервис, и когда ваши сотрудники каждый день встречаются с теми людьми, которые приносят вам деньги, для вас критично важно, чтобы они разделяли ценности компании, чтобы они, ну, наверное, рассматривали свой бренд или компанию, в которой они работают, еще более привлекательной, чем она хочет казаться для своих клиентов. То есть все-таки это должен быть бренд-работодатель. А человек будет разделять общие с вами ценности, ну, при условии соблюдения всех HR-вопросов, типа белые зарплаты, соцпакеты и прочее, да, то есть такие вот. Когда такие вещи уже решены, вы начинаете думать о вовлеченности своих сотрудников. А если вы будете разделять своих клиентов и своих сотрудников, давая одним одно, а другим другое, вы очень быстро, ну, запутаетесь и придете к пониманию, что все-таки эти люди, ваши сотрудники, они не менее важны, чем ваши клиенты. Ну, вы даже более получается, то есть вы же даже им больше даете. Ну, нет, это круто, на самом деле я просто удивлен был, но это правильно, наверное. Я удивлен вашему удивлению. Ну, извините, извините. На самом деле, ну, я объясню почему, потому что вот очень правильно сказала коллега о том, что разделять сотрудники, коллеги и консюмеры, ну, это в принципе абсурдно. Это те же самые консюмеры, которые сидят там через стену и в принципе могут быть участниками промо-компании в том числе. И я просто помню, я реально обращал внимание на эффект рекламных компаний с внутренним пиаром. Это в принципе относится все к внутреннему пиару некому, который без диджитала сейчас уже не существует. И компании, которые этого не делали. И разница как бы в респонсии просто колоссальная. Потому что корпорации, в которых число сотрудников там достигает полутысячи и тысячи, это в принципе дает, даже если с точки зрения результатов там диджитал-компаний, какие-то неплохие цифры. Нет, я согласен, я просто, что меня удивило, я могу сказать. То есть я не отрицаю, что в принципе, наверное, есть и должна быть любой большой компанией практика какой-то направленной. Коммуникация внутрь. Меня удивило то, что, то есть это не просто, не знаю, опять же, корпоратив или конкурс, присылайте ваши фотки, мы выберем лучшего сотрудника. Это некий проект с Ирнотом, еще и с Манчестер Юнайтед. То есть это достаточно масштабно. По факту можно каждый проект таким образом. Да, но не каждый так делает, это здорово. Можно я просто еще добавлю, дело в том, что для нас очень важно, чтобы партнерские программы, которые мы по всему миру ведем, о них знали сотрудники, потому что это как раз те ассоциации и та привлекательность бренда, которую мы пытаемся достичь. Я приведу такой пример. В прошлом году на очередной российской неделе моды в конкурсе, который организует DHL для молодых дизайнеров, победило такое небольшое начинающее дизайн-бюро, которому мы дали возможность провести свой собственный показ на площадке недели моды. Это исключительная возможность, которую вот в другом случае они бы, может быть, еще многолетней получили. Шоу было очень тесно слинковано с нашим брендом и потребовалась модель для того, чтобы показать коллекцию этого дизайнера. И мы решили, что мы как-то не хотим искать модель внешнюю. У нас есть наши прекрасные курьеры, которых в Москве порядка 300 человек. И среди них есть люди, которые не менее привлекательны, чем профессиональные модели. И мы выбрали курьера. Зовут его Макар. Он работает у нас. И он у нас выступал в качестве модели на неделе моды. Он стал вот просто локальным героем таким. Ну и для нас это было важно. Сейчас у нас сотрудники тоже горды тем, что среди них есть герой. А он остался курьером? Да, он курьер. Он работает. Он не стал модель, но он работает. Потому что дорогая доставка просто стала. Не повлияла на стоимость. Мы тарифы раз в год пересматриваем. Ну или другой подобный пример. В прошлом году мы проводили чемпионат по картинку для клиентов. То есть порядка тысячи клиентов у нас участвовало. Так вот, на протяжении полугода с клиентами гонялись курьеры. Наши команды... Макар, кстати, был... Вы что, этот человек после этого стал просто таким послом нашего бренда. Он действительно горд тем, что он работает в компании, которая ценит его. Ценит как человека. И таким образом, приходя к клиенту, с которым он общается каждый день, он вот эту вот свою убежденность в том, что он работает в классной компании, и он передает клиенту. А, с каким Макаром вы его поставите? Да, с таким Макаром. Я на самом деле предлагаю Арсения с Макаром оставить. Может быть, вы их познакомите. Может быть, есть другие вопросы какие-то? Спасибо. Да, вот. Здравствуйте. Когда вы выбираете партнеры? Как вы думаете, по поводу, сколько внимания вы получаете, и как, ну, картоактивные цены вот этой организации? Вы имеете в виду партнерство, именно глобальные, спонсорские проекты, да, как Формула-1? Вот здесь очень хороший вопрос. Спасибо. Выбирается на основе ассоциаций. Ну и на основе, ну, например, Формула-1. Какие ассоциации у вас с Формулой-1? Скорость еще? Деньги. Деньги, Михаил Шумахер. Инновации, наверное, да? Все, что начинается в Формуле-1, затем переходит на автомобильную индустрию в целом. Вот D&C разделяет те же самые ценности. Это скорости, это инновации. Если мы берем Манчестер Юнайтед, то здесь, как вы считаете, какие ассоциации? Чемпион. Чемпион еще. Командная игра. Командная игра. Легенда. То есть те же самые ценности и характеристики бренда. Мы хотим, вернее, мы присваиваем себе, да? Мы их разделяем. Взять Volvo Ocean Race, парусные гонки. Как вы считаете, здесь что? Свобода, преодоление сложностей, да? Опять же, работа в команде. То есть если мы посмотрим чуть глубже, то мы выбираем партнерские проекты таким образом, чтобы они создавали тот самый вау-эффект пресловутый. И чтобы они были близки нам по духу. Почему чуть-чуть? Вы были когда-нибудь на гран-при Формулы-1? Добрый день, Сергей Авдеенко, фармацевтическая компания, неважно какая. У меня вопрос, я хотел вернуться по поводу вот к собреждению сотрудников, да? У вас на самом деле огромная армия сотрудников, и мне хотелось бы задать вопрос. А заставляете ли вы их регистрироваться в социальных сетях с тем, чтобы расширить охват вашими месседжами всевозможными? Существует ли у вас политика в отношении как раз тех самых сотрудников, которые регистрируются? И как вы мониторите то, что они там доносят до своего комьюнити? Можно я задам вам встречный вопрос? Вас можно заставить зарегистрироваться в социальной сети? Можно. Компания может вас заставить. Ну, мы не применяем силу, могу сказать, заставлять мы, в принципе, никого не будем, потому что давайте откровенно. Когда компания создает свое сообщество в социальной сети, это нужно компании. Но задача в том, чтобы сделать это интересным для сотрудников, чтобы они туда шли. У нас другая ситуация. У нас сотрудники сами создают сообщества стихийные, которыми мы управлять не можем, но мы как-то стараемся там тоже, в общем-то, быть, чтобы в случае необходимости поддержать компанию. Что касается регламентирования, наверное, работы, да, у нас есть руководство для сотрудников, в очень легкой форме написано, где мы просим людей вести себя корректно. Ну, например, сервисная компания, достаточно часто встречается негатив в социальных сетях. Мы, безусловно, проводим мониторинг, отвечаем и в ЖЖ, и, ну, в общем-то, там, где возможно. Но наши сотрудники, особенно те, которые вот болеют душой за бренд, их очень сильно иногда задевают, когда, ну, что-то нехорошее о компании пишут. И мы свою задачу здесь видим в том, чтобы люди подумали, прежде чем идти, что-то анонимно писать или как-то пытаться отстоять позицию компании. Для этого существуем мы, люди, которые знают, как это правильно делать. То есть наша задача здесь скорее направить людей, не заставить их, а стимулировать, но в то же время показать, что иногда благие намерения как раз приводят к негативному результату. Мы не стремимся заставить, мы стремимся вовлечь. Спасибо. Еще один вопрос. Мария, если разделить процентом соотношение ваши планы, скажем, на 2013 год в отношении B2B-коммуникации, B2C-коммуникации, внутрикорпоративных коммуникаций, как бы вы сказали, какая разглядовка здесь есть, да? И исходя из этого, как в итоге вы оцениваете свой опыт в B2C-коммуникации посредством ВКонтакте приложения и собираетесь ли вообще с B2C дальше работать в России в следующем году? Спасибо. Вы знаете, мне вообще крайне сложно ответить на вопрос, что мы собираемся делать в следующем году, потому что поскольку компания глобальная, все события, происходящие в мире, очень сильно отражаются на нас. И если в Европе продолжится, например, экономический кризис, то вполне может быть такая ситуация, что нам в принципе не дадут ни на что бюджета, и мы будем делать то, что в силах сделать без больших инвестиций. Что касается работы с B2C и B2B, для нас все-таки B2B-рынок более приоритетен, потому что по масштабу бизнеса вы не можете сравнить, в нашем случае, опять же, в случае российского подразделения, я уточню. Очень тяжело сравнить влияние B2C и B2B. Мы работаем с двумя этими сегментами, но, конечно, не в очень равных масштабах, но я здесь хочу одну простую вещь сказать. B2B или компания – это люди. Ну, то есть за любым названием стоят где-то десятки, где-то сотни, где-то тысячи людей. И работая с B2B, вы всегда работаете с людьми, которые одной вероятно являются и B2C, потому что сегодня человек пользуется нашими услугами как директор по логистике крупной компании, доставляет с нами оборудование или запчасти, а завтра он выступает в качестве интернет-шопера, который заказывает ту же самую книжку на пресловутом Амазоне и выбирает, кем он эту книжку повезет. В нашем случае нужно, чтобы он понимал, что переплачивая за услуги DHL, он получает так называемую добавленную ценность, он получает качество, он получает надежность, он получает внимание с нашей стороны. И поэтому, работая с B2B, мы всегда думаем о B2C. Работая с B2C, мы всегда думаем о B2B. Мне на самом деле кажется, что многие вопросы уже пошли общие, на которые бы другие спикеры тоже с удовольствием ответили. Поэтому я предлагаю продолжить, а в конце кто-то еще ответит на подобные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!